друзья добрый день привет сегодня мы научим вас как приготовить штрудель из брокколи или по-русски можно назвать слоеный пирожок или слойка с брокколи почему-то в россии выпечка с брокколи не очень популярна хотя в швейцарии с брокколи делают практически все по традиционному рецепту штрудель из брокколи готовится просто из брокколи но я его немного доработал добавил туда сыр специи и сейчас покажу что у нас в составе и что из этого должно получиться итак поехали для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты слоеное тесто еще раз напоминаю что видео про слоеное тесто и как его готовить самому посмотрите пожалуйста вот по этой ссылочке дальше нам нужно 300 грамм брокколи я покупаю замороженные брокколи с ними удобнее всего работать но если вы хотите можете приготовить из свежих 150 грамм сыра здесь у меня грюйер и моцарелла но вы можете использовать обычный российский сыр с ним тоже очень вкусно все получается дальше нам понадобится одно яичко цельное его уже разбил 20 грамм панировочных сухариков 20 грамм майонеза 20 грамм горчицы щепотка соли сейчас покажу сколько брать 20 граммов жареного лука швейцарии жареный лук можно купить в любом магазине не знаю если это в россии но если вы не найдете жареный лук уже готовы он как бы во фритюре такой как чипсы получается вот можно использовать просто обычный свежий лук дальше у меня это китайский соус его нужно 10 грамм но место китайского соуса можете спокойно использовать аджику или что-нибудь остренькое также у меня сушеный чеснок можно использовать свежий аромат это как наши кубики кнор тоже буквально щепоточка пригодится и сушеные сушеные травы там разные сушеные травы базилик петрушка укроп еще что-то на общем все это тоже нужно будет маленький маленькую щепоточку но если вы используете свежие то это вообще замечательно просто на самом деле в швейцарии вообще не знаю такого понятия как укроп вот можно найти иногда петрушку но она не очень хорошего качества какая-то гемоушная такая большая то есть в россии вот с этим гораздо интереснее и лучше зеленью именно ну и как всегда для работы нам понадобится линейка ножек и раскаточная машинка первым делом мы берем наши брокколи так как они еще замороженные ставим под горячую воду просто вот проточная вода и размораживаем все в принципе мы их разморозили теперь выливаем все это на дуршлаг выливаем на дуршлаг или высыпаем какую-нибудь емкость забыл сказать что для этого рецепта нам еще понадобится блендер но если у вас нету блендера то брокколи можно просто порезать ножом вот так она так как у нас блендер есть мы все брокколи у нас прекрасно получилось мы это все перемололи теперь все ингредиенты нам нужно будет смешать вот в этой миске почему и для чего почти в каждом рецепте и про круассаны с орехом и про яблочный штрудель я использую панировочные сухарики потому что когда вы работаете с овощами фруктами они выделяют сок и также мы добавляем жидкости яичко мы добавляем майонезы соусы до горчицы это все выделяет сок и вот как раз сухарики они помогают все это впитать то есть мы высыпаем 20 грамм сухариков одно яичко добавляем 20 грамм майонеза добавляем 20 грамм горчички и ложку например ложку да или чуть-чуть 10 грамм буквально аджики это нам нужно для остроты также не добавлю вот берем буквально щепотку соли парочку щепоток высыпаем наш свежий лук или или сушеный лук добавляем немного чеснока опять же если вот такого чеснока нету добавляйте обычный чеснок свежие один зубчик хватит и кубик маги буквально тоже щепоточку это все делаете по вкусу просто я вам показываю как вы будете делать домашних условиях вот добавляем еще наши прекрасные зелень это вы все делаете по вкусу потому что у каждого разные предпочтения кто-то хочет посолонее кто-то хочет поострее вот но основа в принципе должна быть вот такая теперь все это нужно перемешать и буквально за 35 минут наша масса она будет густая потому что панировочные сухарики впитают в себя всю влагу получается вот такая красивая зеленая масса мы все хорошо перемешиваем все видите масса у нас уже держится теперь мы можем добавлять российский сыр но опять же здесь булочные мы работаем только с качественными ингредиентами и у нас грюер моцарелла швейцарского происхождения конечно это очень вкусно очень полезно вот но если вы будете использовать российский сыр то качество из-за этого сильно не упадет будет я думаю также вкусно конечно будет не так же вкусно как со швейцарским грюером но я просто не хочу вас расстраивать но я думаю будет все равно замечательно вот все наша масса брокколи и сыр готова так теперь у нас начинается самый интимный момент мы начинаем работать с тестом поэтому я обязательно 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 одеваю свои черные красивые перчатки потому что я доктор буланджер ну точнее я доктор пекарь так берем наш кусочек слоеного теста не забываем муку чуть-чуть муки и еще раз повторяю в каждом видео и про круассаны и про штрулили я рассказываю что тесто катается сначала вдоль мы его таким образом раскатываем то есть мы делаем вдоль делаем чуть-чуть поперек опять делаем вдоль и еще чуть поперек и каждый раз когда мы раскатываем нужно вот поворачивать тесто постоянно чтобы у нас получился правильный прямоугольник это очень важно я еще раз повторяю старайтесь делать это без закругленных краев ну в принципе вот такой кусочек теста меня устроит вот люди спрашивают насколько тонко катать тесто конечно до состояния бумаги его катать не надо но чтобы был примерно вот такое вот такая толщина то есть она довольно тонкая но и не толстая ну сколько тут наверное один миллиметр то есть давайте возьмем за основу один миллиметр теперь как всегда натягиваем наше тесто до края до края стола вооружаемся линейками и ножницами и ножиком обязательно здесь натягиваем еще раз все и отмеряем от меня отмеряем 16 сантиметров здесь еще в общем на сколько хватит значит у нас получается длина 16 сантиметров а ширина 14 вот так можно линию провести в принципе на глазок но если у вас правильно работает вестибулярный аппарат того правильно порежьте все вот так опять же я это делаю в булочной да и поэтому мне нужно конечно чтобы мне все штрудели были ровные профессиональные домашних условиях это не так важно но если вы хотите удивить своих родных и близких то лучше конечно все сделать красивое чтобы у вас вся выпечка была ровненькая вот у нас получились заготовки заготовки для 6 штруделей вот такая красота теперь мы берем нашу массу и можно руками можно вилочкой выкладываем вот на нижнюю часть заготовки из теста выкладывайте на глазок но примерно вес массы я уже знаю просто сколько это весит это должно быть 40 50 грамм максимум если хотите все делать по стандартным то запаситесь тогда весами и выкладывайте массу по 40 грамм мне очень нравится что еще получается такой зеленый интересный цвет у штруделей это очень хорошо вызывает аппетит 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 жена мужу готовит вкуснейший покажи что у нас там у нас редиска руккола лук и угадай кинза и напишите еще в комментариях что находится здесь так вот работать хорошо когда жена на месте помогает готовить что-то салатики молотики теперь мы берем ножик и делаем вот такие надрезы то есть на верхней части штруделя делаем вот такие надрезы объясняю зачем это когда штрудель будет закрываться через эти надрезы будет проходить пар который исходит от массы вот от этой да и тогда тесто не будет от расслаиваться открываться когда мы разбивали яичко мы должны были чуть-чуть взять желтка желток нам нужен для того чтобы скрепить стороны штруделя ну вот таким образом смазываем и теперь закрываем штруиль вот так просто раз и с этой стороны скрепляем то есть получается как такой делаем чебурек да но в швейцарии это называется штрудель раз и закрыли показываю от первого лица вот она штрудель закрываем и хорошенько утрамбовываем еще один раз просто закрываем натягиваем если у нас массы получается много и натягиваем а теперь чтобы штрудели еще лучше держались мы берем чуть-чуть муки вилочку и вот таким образом еще раз скрепляем штрудели тогда мы будем точно уверены что в момент выпекания они у нас не расслабятся и не раскроются а еще вот такой прием он дает некую форму штруделя и потом это будет красиво смотреться ну и последний момент мы наши штрудели выкладываем на поднос на поддон далее наши штрудели мы смазываем яичком яичко еще раз повторяю нужно для того чтобы получить бронзовый запеченный оттенок у выпечки и теперь интересный момент я посыпаю штруга штрудели из брокколи я посыпаю конжутом вообще вы можете посыпать чем вы хотите но в булочной мы делаем много разных штруделей с томатом моцареллы со шпинатом и каждый штурдель мы посыпаем по разному чтобы потом их можно было отличить на витрине отправляем наши штрудели в предварительную разогретую печку до 210 градусов и смотрим что у нас получится так у нас прошло примерно 20 минут сейчас посмотрим что у нас получилось ну в принципе все готово печка хорошо разогрета смотрите еще раз напоминаю как проверить готовность выпечки вы просто приподнимаете если у вас уже подрумянинные бака и подрумянинный низ значит наша выпечка из славяного теста готова ее можно отправлять ее можно отправлять на витрину интересная хохма сейчас получилось я же засовывал 6 штруделей вот зашел только что один клиент почувствовал запах брокколи говорит ой дайте мне срочно 2 штруделя пришло сейчас этому вытаскивать как раз хорошо хоть осталось что показать вам наши дорогие зрители теперь наши штрудели осталось только положить на подносик и отправить на витрину магазина так что дорогие дорогие друзья теперь вы знаете как приготовить даже штрудель с брокколи или по-русски можно назвать слоеный пирожок с брокколи и сыром смотрите что у нас есть еще в меню мы можем делать мексиканские штрудели можем делать штрудель с томата моцареллы со шпинатом мясные штрудели круассаны с ветчиной напишите пожалуйста ниже в комментариях о чем снять следующий рецепт чтобы вы хотели или может быть вы хотели бы посмотреть что-то со сладким со сладкой начинкой да или может быть юля могла бы открыть свои секреты салата потому что она умеет очень много разных готовить салатов напишите пожалуйста ниже в комментариях подписывайтесь на инстаграм ставьте обязательно лайк колокольчик чтобы не пропустить следующие видео не забывайте что на своем канале я рассказываю не только о выпечке но также я рассказываю и о швейцарии не забудьте смотреть еще и другие видео о швейцарии вот так что всем пока пока удачи а мы с улитками говорим вам до свидания